Приветствую всех на канале Скорпион ТВ. На вашем экране полный комплект медалей за взятие. Но сегодня в обзоре медаль за взятие Вены. Я расскажу ее о разновидностях, об интересных комплектах и назову примерную стоимость медали на сегодняшний день. Медаль за взятие Вены учреждена указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 июня 1945 года. Медалью награждались военнослужащие Красной Армии, Военно-морского флота и войск НКВД, которые непосредственно принимали участие в гереческом штурме и взятии Вены. Период с 16 марта по 13 апреля 1945 года, а также организаторы и руководители боевых операций при взятии этого города. Обратите внимание, на реверсе стоит дата 13 апреля 1945 года. Медаль изотавливалась из латуни, имеет форму правильного круга диаметром 32 мм, что является стандартом для данного типа медалей. Медаль за взятие Вены носится на левой стороне груди, при наличии других медалей СССР располагается после медали за взятие Кёнигсберга. У меня есть уже обзор по данной награде, кому будет интересно, ссылочку оставлю в описании. Но чаще всего награда встречается в комплекте с медалью за взятие Будапешта. У меня тоже есть обзор по данной награде, кому будет интересно, ссылка будет в описании. А наиболее редко встречается в так называемом комплекте Дунайский банк на одного кавалера с обязательным наличием подтверждающих документов награждений, в котором три медали за взятие Будапешта, за взятие Вены и медаль за освобождение Белграда, которая является наиболее дорогой в этом комплекте. На сегодняшний день данный комплект стартует от 400 долларов, но, естественно, наличие других документов и наград увеличит стоимость. В зависимости от особенностей ушка можно выделить следующие варианты медали. Речь пойдет о данном элементе. Обратите внимание на данный элемент. Итак, первый вариант. У меня именно данный сбор. Ушко медали прикрюлено методом пайки. Этот вариант вручался непосредственно после окончания Великой Отечественной войны, в период 1945 по 1946 года. Колодка обычно двухслойная, выполненная из тяжелого металла. Обратите внимание, двухслойная колодка, зажимы, выполненная из тяжелого металла. Вариант номер два. Ушко медали цельноштампованное, плоское, сточенное. Этот вариант вручался некоторое время после первого варианта, вероятно, в 1946-1948 годах. Колодка обычно однослойная, выполненная из тяжелого металла. И вариант третий. Ушко медали цельноштампованное, округлое. Этот вариант вручался позднее лицам, по каким-либо причинам, получившим медаль в период с 1945 по 1948 года. Колодка обычно однослойная, из алюминия. Ранее экземпляры имели толстые ушки округлой формы. У поздних экземпляров ушки были тонкие. По состоянию на 1 января 1995 года, медалью за взятие Вены награждено приблизительно 277 380 человек, что примерно в три раза меньше, чем за взятие Кёнигсберга. Естественно, это не могло не сказаться на ее стоимости. На сегодняшний день стоимость награды в таком сохране, а я еще раз хочу обратить ваше внимание на состояние шагрений, она практически не ношена, и состояние позолоты. Обратите внимание, без каких-либо механических повреждений. То цена такой награды стартует от 50 долларов и выше. Естественно, наличие документа увеличит стоимость. Надеюсь, обзор был вам полезен. А если есть свое мнение относительно награды, напишите об этом в комментариях. Ну а кому понравилось, обязательно поддержите лайком. И не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новый обзор. Всего доброго, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok